Красота Арктических островов Русская Арктика Евгений Ермолов и Андрей Кунников Здравствуйте Здравствуйте Сначала бы хотелось узнать немножко о выставке Что там за работы и кто их автор Выставках на самом деле там не только фотографии представлены Там есть и предметный ряд То есть смысл этой выставки был в том, чтобы показать многообразие земли Франца Иосифа Это очень большой архипелаг Большая площадь, он по площади занимает чуть больше Черногории государства Там 192 острова и каждый из этих островов интересен, уникален, неповторим И вот мы выбрали 6 островов, которые в нашем понимании наиболее показательны Чтобы продемонстрировать, чем земля Франца Иосифа столь примечательна То есть там есть острова, которые отвечают за животных Есть острова, которые там за птиц Есть острова, которые за историко-культурное наследие Или там богатая растительность Или скалы красивые Ну, такие вещи Какой-то остров отражает новую историю архипелага Да, современные Остров Александры, который характерен сейчас на всем архипелаге Именно большой архипелагой, про которую так много говорится И именно показывая этот остров, мы отображаем тот процесс, который сейчас протекает в Арктике Процесс ее очистки, рекультивации Ну, в общем-то, возвращение настолько, насколько это возможно, к первозданному виду А авторы работ непосредственно вы? И мы в том числе Общий коллективный труд Да И сотрудников парка, и привлеченных специалистов, да Те, кто бывают на архипелаге, не могут остаться равнодушными Они тоже хватаются за фотоаппарат, разумеется И начинают фотографировать Иногда получается очень хорошие фотографии Ну, так как вы сотрудники национального парка Наверняка вы там не раз бывали И вот как часто туда ездите и чем там занимаетесь, какую работу ведете? Ну, ездим мы туда каждый год И наша командировка длится по 3-4 месяца Полевой сезон, как правило, начинается с начала июня И заканчивается в зависимости от логистики Концом августа или там, бывает, даже концом октября Полевые работы — это работы по Во-первых, по поддержанию функционирования наших опорных пунктов У нас на ряде островов создана сеть опорных пунктов национального парка На которых мы проводим научные работы Работы по патрулированию территории Это пешее патрулирование, водное патрулирование Большой пласт работ у нас связан с приемом, со встречей посетителей, туристов Так, например, на острове Гукер, где я работаю уже на протяжении 5 лет На протяжении 5 сезонов мы смогли 2 года тому назад открыть почтовое отделение Одно из самых сильных в мире почтовых отделений Которое пользуется просто огромным спросом, огромным интересом Среди туристов, среди посетителей И не только туристов, но и ученых, которые посещают Арктику Я думаю, что это очень ценно, очень интересно получить И отправить письмо с края света, с почтового отделения Которое находится за 80-й параллелью Сувенирный магазин Огромный комплекс работ, который делится В зависимости, как Евгений сказал, от острова Какой-то остров, наверное, больше подходит для научных изысканий Какой-то остров, на каком-то острове мы уже планируем создание площадки музея Под открытым небом Но я думаю, что Женя добавит еще Нет, ну помимо всего прочего, что было перечислено Разумеется, один из составных частей этой работы Которая проводится на архипелаге Это научно-исследовательские работы То есть мы должны, как национальный парк Проводить мониторинг природных комплексов И различные ученые Ежегодно работают на территории Как стационарно, так и в составе каких-то комплексных экспедиций То есть по всему архипелагу Не только земли Францисуса В национальный парк Русска-Артика входит еще и новая земля Самая северная часть То есть на новой земле тоже работает То есть научные исследования разнообразные Как природные, так и историко-культурные исследования проводятся Вот я, например, отвечаю именно за историю на архипелаге А чем интересен архипелаг с точки зрения истории? Что там интересного можно посмотреть? Ну это очень интересное место В плане того, что там очень много что сохранилось То есть из-за того, что там практически нет людей Там довольно хороший климат для сохранности Рукотворных человеческих предметов То, что сделано руками человека И, как правило, предположим, шла какая-то экспедиция Там оставили они что-то после себя И там лежит до сих пор И никто, ну практически никто это не трогал Я не говорю, что это в первозданном виде Но, тем не менее, это в очень хорошей сохранности Поэтому это любопытно А вообще истории путешественников, переоткрывателей Людей, которые идут на край света Там на Северный полюс Превозмогая себя Какие-то удивительные люди И, разумеется, исследовать их очень интересно Это такие имена, которые мы, конечно, все знаем Там и Седов, и все у нас Там Папанин, Нансен, Шмидт, Визе Вот если мы образимый француз, Иосифа Баренц на новой земле, например Это вообще самый, еще же конец XVI века То есть очень интересно Какие самые интересные экспонаты вам довелось увидеть Или обнаружить самому? Они все интересны Ну нельзя так спросить, какой там любимый Вам какие больше всех понравились? Каждый из них интересен Необычные Да нет, там... Не знаю, мне нравится все У меня, по крайней мере, вызывает восторг любая вещь То есть пусть то у советской какой-нибудь полярной станции оставшиеся Не знаю, там рация, предположим Или санки, которые остались от экспедиции еще конца XIX века Для меня это тоже интересно Это все несет за собой историю Это все... Это люди, это события, это эмоции Это какие-то судьбы И они остались, они дошли до нас И мы можем к этому прикоснуться Ну, например, там детская кроватка Вот на одном из островов мы знаем, что там работала Функционировала полярная станция Где рождались дети Вот, росли И вот мы поднимаем из льда Из скопления снега и льда Какие-то предметы Детские игрушки, детскую кроватку Детские весы Вот мы как раз с Евгением недавно о них разговаривали Какие-то вещи, которые, в принципе, для этого места не характерны Так, например, нами была найдена немецкая кружка Вот, фарфоровая кружка 1942 года выпуска Как мы нашли по маркировке То есть бывают находки действительно яркие, запоминающиеся Связанные с бытом полярников Вот, это не только исторические находки Но и какие-то природные находки Вот, которые нам попадаются И, в общем, многие из них будут представлены на выставке Вот, в Краевском музее тоже экспонаты есть Да, предметы есть Как природные, так и исторические И вообще, в принципе, если мы говорим о научном исследовании архипелага То это такое место очень интересное У него очень большой потенциал исследовательский То есть очень много, ну, не то чтобы непознанного Но, по крайней мере, только приоткрытого И для исследователей это такая вот земля благодатная Потому что там можно еще сделать очень много удивительных открытий А сколько там человек проживали в годы такого активного освоения архипелага? Ну, если мы говорим Во-первых, постоянных жителей на Краеве, конечно, нет И ни на северной земле, ни на ЗФИ никогда не было Там люди, в основном, такие сезонные На полярных станциях живут Там военные, предположим, какие-то объекты были уже после Великой Отечественной войны Во время Холодной войны Вот, самое большое, массовое, это, наверное, была полярная станция Ностови Хейса Имени Крынкеля Полярная станция, обсерватория имени Крынкеля Так там жило до 200 человек в СИЗО То есть это такой довольно большой поселок Там даже был детский садик свой собственный То есть такой большой исследовательский институт Который работал уже практически на Северном полюсе То есть там остается всего 900 километров до Северного полюса Да Здорово А вот, говоря о ваших трехмесячных командировках Как они проходят? Вот вас везут волонтеров туда, высаживают Вот какая у вас, какая дальнейшая программа, как вы вообще там живете, ваш быт Что-то все интересно узнаете Ну, да, начнем с того, что мы конкретно являемся штатными сотрудниками парка И работаем там в силу своей, ну, специфики работы А волонтерская программа, ну, коли уж мы задели, затронули эту тему То волонтерская программа у нас тоже существует И ежегодно мы стараемся в небольшом количестве В количестве двух-трех человек в группу брать, ну, волонтерами Потому что, ну, действительно, как показала практика Это интересно себя оправдывает Заброска, как я и говорю, проходит, ну, забрасывает нас в начале лета Ну, на острове 3 месяца работает группа, постоянно работает группа, там, в количестве 5-7 человек У этой группы есть старший, вот, и есть, скажем так, рабочие лошадки Да, у каждого человека, у которого есть свои функции Допустим, это ученый, там, в зависимости от профиля, опять же, там, ботаник, зоолог Вот, ну, и есть люди, которые уже должны заниматься непосредственно, например, восстановлением какого-то строения У нас есть план, который мы, например, разрабатываем, одобряем в течение зимы Вот, и, в общем-то, люди постоянно проживают В эти 3 месяца к нам заходят туристические суда Работа на туристических судах — это отдельный, как бы, отдельный профиль работы Каждое туристическое судно обязательно сопровождается инспекторами парка, которые находятся на борту с оружием Вот, как, кстати говоря, и мы Обязательно проживание на острове должно быть с оружием Ну, поскольку, все мы помним, что в Арктике мы лишь гости И хозяева В Арктике мы лишь гости, а хозяева ходят вокруг И вот, чтобы хозяева с гостями как-то более-менее ладили, мы должны быть вооружены, ну, и обезопасены Отработав с туристическим судном, мы, в общем-то, возвращаемся к другим своим обязанностям Вот это патрулирование территории, это продолжение восстановления, рекультивации Как правило, вот на большинстве островов очистка Арктики уже закончилась Генеральная уборка Арктики, как мы ее называем Вот, поэтому можно уже сконцентрировать внимание и бросить все силы на восстановление На создание музея, на развитие экологических троп То есть уже на точную работу с туристами, с посетителями Чтобы туристы действительно видели продукт, видели товар лицом Бывают, есть определенные, ну, их немного таких туристов, которые видели Арктику 10 лет назад Видели Арктику 6 лет назад, например И они приезжают, и, понимаете, в их глазах мы видим просто восторг Они видели, как это было, этот участок, допустим, территории Заброшенный поселок Полярников, к примеру И как он оживает во прошествии вот этих 10-5 лет И для нас это ценно, и я считаю, что наша миссия Вот именно в этом и заключается Чтобы вернуть Арктике первозданный вид Сохранить хрупкую природу Арктики И, в общем-то, оставить после себя такой след Достаточно, ну, яркий, но в то же время Который не будет диссонировать с арктической природой С арктическим наследием, если хотите А куда вот мусор вывозится? Там, наверное, такие большие объемы Ну, расскажешь, наверное, про... Давай, расскажи Ну, давайте я расскажу, да Мусор вывозился, вывозился вот в главный, там, в 2012, 2013, 2014 годы Там десятками тысяч тонн Ну, как правило, это бета-порт Архангельска Вот, после там, опять же, на выставке Вот у нас есть несколько планшетов, посвященных уборке Арктики После раскачивания топлива Я не буду вдаваться в подробности Раскачивание топлива из бочек, они обжигаются Специальная технология их пресса есть Вот, прессуется, ну, чтобы меньше места занимать Грузится на корабли и вывозится в Архангельск После этого на территории проводится рекультивация земли Вот, грунта Тоже с использованием специальных технологий Ну, и, в общем-то, на этом уборка заканчивается А вот что касается туристов Вот мы знаем, что в этом году посетили архипелаг более тысячи туристов В том числе иностранных Какие у них впечатления? Что, вообще, кто они? Зачем они туда едут? Какие у них эмоции? Ну, вообще, наверное, для них земля Франц-Осифа Это тоже такое место таинственное, загадочное Потому что тот же Шпицберген И вообще, если туристы хотят ехать в Арктику Они едут, прежде всего, конечно, на Шпицберген Он очень доступен, он близок Там уже все поставлено на широкие рельсы Там, предположим, Гренландия, Исландия Но вот русская Арктика Это еще пока остается таким, ну, нетронутым местом Там нет туристов, там нет инфраструктуры Туда очень сложно попасть И поэтому для них за честь, наверное, вот это такое желанное Желанное очень место попасть на ту же ЗФИ На землю Франц-Осифа Ну, мы его для картости называем ЗФИ И люди, которые приезжают туда, они в полном восторге Они говорят, это разительно отличается от того же Шпицбергена Потому что здесь нет этих троп Уже натоптанных туристами Тут нет этих, ну, там, каких-то кафе, которые стоят на маршрутах Нет такого скопления людей Там, что из-за каждого угла вылезает какой-то туристический пароход Тут весь архипелаг, грубо говоря, в их распоряжении Они одни И нетронутая природа И, ну, вот есть, конечно, да, мы говорим, что есть загрязнённые места Там, где раньше обитали люди Там полярные станции, военные объекты Но это такой мизер Это такой мизерный процент от общей поверхности площади архипелага Да, и, как правило, извините, перебью И, как правило, эти острова закрыты для посещения То есть дирекция парка, руководство парка, как правило, закрывает для посещения туристами Те острова, на которых у нас проводится уборка Ну, потому что там сейчас идут работы, разумеется Зачем это, в принципе, показывать Но, тем не менее, остров Букера, на котором, в том числе, была уборка Он сейчас уже перешёл в другую стадию Теперь это уже практически закончен туристический продукт И там проведена рекультивация Там идёт реставрация, реконструкция строений полярной станции Там уже есть объекты показа Там уже есть инфраструктура соответствующая То есть люди туда приезжают, они видят совсем другое И это, наверное, единственный остров, на котором сами туристы могли поучаствовать в уборке Арктики Ну, нами была проведена такая акция Мы предлагали каждому высаживающемуся туристу взять в руки одноразовый пакет И весь мелкий мусор, который во время посещения территории он видит Турист должен был собрать в этот пакет и вот на выходе отдать инспектору парка Вот, приняло участие, ну, так по моим прикидкам, наверное, 80% посетивших остров Букера туристов Вот, они насобирали там несколько больших мешков мусора Конечно же, весь мусор нами потом был рассортирован, и мы его перебрали Потому что там, как правило, были какие-то незначительные исторические находки Но вот сам интерес Арктики действительно живой, действительно большой И, наверное, все-таки он такой искренний Вот у людей, которые приезжают действительно из других стран Там очень много представителей Китайской Народной Республики Вот, там, наверное, до 40% Ну, это которые идут на Северный полюс Да, 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 ну, тем не менее, они, наверное, заходят на ЗФИ И, да, действительно, принять участие для них важно Не столько для того, чтобы там сфотографироваться Вот именно отдать себя, какую-то частичку себя здесь оставить Ну, мне кажется, это тоже очень интересно И каждому мы от руководства парка дарили памятную награду, грамоту Что вот с надпись у нас «Спасибо за помощь в очистке Арктики» Ну, получается, попасть на архипелаг можно или волонтером, или купив путевку Двумя способами Конечно Сколько оно стоит, если не секрет? Путевка? Путевка стоит очень недешево Есть два пока способа добраться как туристу Это через из Мурманска на Северный полюс на порту атомного ледокола 50 лет победы Он два раза проходит землю Франца Иосифа По пути на полюс и обратно Там путевка стоила вот 27 тысяч долларов В каюне, место в каюте на этом ледоколе Ну, соответственно, там по курсу умножайте Это довольно существенные деньги А есть еще круизы, которые идут со Шпицбергена на землю Франца Иосифа Они недельные и только по земле Франца Иосифа Это чисто для фанатов арктической природы Не просто побывать на этой условной точке Северного полюса Как на 50 лет победы А тут именно те, кому интересны архипелаг Кому интересны животные, белые медведи Ну, все без разнообразия Там 7 тысяч, от 7 тысяч долларов Это так, это совершенно несущественные деньги считаются среди туристов Ну, что входит в этот турпакет, что он получит? Ну, прежде всего, это, конечно же, судно Люксового класса, 5-звездочный отель плавучий С самым высочайшим обслуживанием, какой только может быть Это высадки туристические на зодиаках В оговоренных, конечно, в оговоренных местах Потому что парк разрешает высадки только в определенных точках А высадиться где угодно невозможно Разумеется, это все в сопровождении спекторов Которые следят за соблюдением, за поведением, так сказать, туристов За соблюдением определенных правил на территории заказника И за безопасностью туристов от белых медведей И дальше у них эксклюзионная программа, разумеется То есть определенный вот этот набор точек Каждый из этих точек отвечает за что-то Где-то мы смотрим Можи, где-то белых медведей Где-то... Ледники Ну, ледники, природу, исторические точки Да, то есть, в принципе, у них на неделю гарантированный Очень интересный, насыщенный тур В день по две высадки, как правило То есть это бурный такой... Лекции на борту Да, лекционное сопровождение Как правило, среди экспедиционных команд, так называемых То есть туристические операторы, которые проводят подобные туры Они нанимают себе в штат довольно представительных специалистов Вот в каких-то из областей То есть специалист по белым медведям Он читает лекции, разумеется Там специалист по живности, который водится там Можеским мелькопитающим, предположим Вот, им тоже проводят лекции И сопровождает их во время зодиачных круизов То есть в круизах на лодках Ну, и там, и прочее То есть специалисты в области истории То есть, как правило, там такой именитый состав Вы сказали, что туризм будет только развиваться Какая там инфраструктура Какую инфраструктуру планируется создать в ближайшее время? Ну, развитие инфраструктуры То есть по количеству оно вряд ли целесообразно Вот на сегодня ведется речь о создании Опять же, это только речь О возможном создании парком Или партнерами парка гостиницы на острове земли Александры С тем, чтобы там возможно размещать посетителей Которые уже будут добираться не по воде А воздушным транспортом Чтобы, собственно, сократить вот этот переход Там трех-четырехдневный И уже там, проживая какое-то время в гостинице Пересаживаться или на небольшой корабль Или на яхту и уже посещать территорию Во-вторых, вот опять же У нас есть один-единственный заброшенный поселок полярников В котором мы уже на сегодня Из комплекса строений подготовили Четыре строения Мы уже готовы предложить посетителю В перспективе В среднесрочной перспективе Поход в арктическую баню Или готовим турпродукт под названием Ночь на полярной станции То есть мы хотим предложить посетителю Провести целые сутки С полярниками 21 века Попробовать действительно ту еду Тот суп из консервов Которые полярники 21 века едят То есть позволить посетителям Окунуться в атмосферу Арктики Более полно, что ли Не секрет, что вот эта вот такая земля Закрытая территория, она привлекает Много журналистов, средств массовой информации Кто уже у вас побывал И где можно вас узнать больше? У нас было несколько комплексных экспедиций По территории архипелага В составе которых Одна из них предположена Нэшнэн Джиографик То есть она была проведена в сотрудничестве С Американским географическим национальным обществом Результатом его стала съемка документального фильма На уровне соответствующего Нэшнэн Джиографик Но на самом деле интерес, разумеется, очень высок Высок как со стороны международных СМИ Заграничных, так и среди наших И приезжают всевозможные И фотографы, и тележурналисты Да, на территорию Они приходят как в составе круизов Туристических, так и в составе Каких-то самостоятельных экспедиций Фоторы журналисты практически каждый год У нас бывают на архипелаге Пишущие журналисты бывают Вот в этом году у нас с Рея Новости Был журналист как раз Верху Костама Да, то есть, как ни странно Такой, скажем, информационный шлейф У парка довольно серьезный То есть из-за того, что территория нетривиальная И довольно интересная Поэтому внимание к нашему, к парку Со стороны журналистского сообщества Довольно серьезное Поэтому и результат есть И хотелось бы задать вопрос Наверняка многие из наших телезрителей Захотят побывать там Как можно стать волонтером И какие требования к ним предъявляются Для волонтеров у нас заработана анкета волонтера Вот, выйдя на сайт Национального парка «Русская Арктика» Я думаю, ссылку на эту анкету Любой желающий найдет Или там контакты отдела экологического просвещения Все контакты мои, начальника отдела Или коллег моих все есть на сайте И, пожалуйста, или прямым звонком Или имейлом мы свяжемся с людьми И это, в принципе Зачастую это может показаться абсолютно нереальным Попасть в Арктик У меня просто есть такие знакомые Ну, сейчас уже такие хорошие знакомые Которые в свое время задали вопрос Вот как к вам попасть? Реально ли? И сотрудники из экоцентра-заповедника Из Московска Когда я был там на учебе Задали мне этот вопрос И прошло полгода И они оказались в Русской Арктике И для нас разработали проект Как раз-таки Организация экологической тропы То есть, ну, в принципе, все реально Главное знать, что ты хочешь От твоей поездки Чтобы она не была поездкой Обыденной поездкой Ну, там, туристой какого-то Чем нужно понимать Чем ты сможешь быть полезен в Русской Арктике Вот, и так я думаю Ну, основные какие требования Наверняка выбирает По каким-то видам деятельности Может быть, заслугам Или какой основной Опять же, в зависимости от задач Фото-видеосъемка Ну, наверное, верное, да Там какие-то, может быть, навыки Плотник-плотника Или там историка Или геолога Это, наверное, да Ну, а так все стандартно В принципе, самое Ну, одно из главных требований Это здоровье Вот Пол мужской или женский Для нас, ну, значения не имеет Вот, в принципе Опыт показывает Что уживаются все При должном управлении При должном руководстве Ну, ограничения по возрасту нет Опыт показывает Что ограничений по возрасту В разумных пределах Не существует Потому что, вот Возвращаясь к вопросу о журналистах Как раз режиссер Борис Амаров Который работал Снимал фильм О сотрудниках парка Ну, тоже уже мужчина Достаточно опытный Это ему, мне кажется Только помогало Сотрудничать с нами Ну, и за сезон У вас там какое-то Определенное количество Пять-шесть человек Да Наша группа Средняя группа На островах Составляет пять-шесть человек Как правило Из этих пяти-шести человек Трое-четверо Люди с оружием Есть конкретные правила Для тех же волонтеров Если мы работаем То мы работаем В микрогруппах Там по три человека По два человека Соответственно Перемещение по территории Тоже только при наличии Человека с оружием Вот Ну Одно из Таких важных правил Ну Строжайшее соблюдение Дисциплины Уже на острове Ну и возвращаясь К теме выставки Где она уже у вас побывала И какие отзывы собрала Ну Первоначально Она создавалась Под площадку в Архангельске И она, скажем, была Такой, наверное Итоговой выставкой О работе парка На земле Франции Иосифа И она была приурочена К 140-летию Открытия архипелага Это было в 2014 Ну В 2013 году Ну Она немножко С опозданием была открыта А Так она была в Архангельске Был довольно большой интерес Мне как ни странно За два месяца Ее посетило 6 тысяч человек Что, наверное, для нашего Небольшого города Это хороший результат А впоследствии Она еще была В прошлом году В Мурманске И тоже, как оказалось Была довольно Речена за большим интересом Много посетителей Ее посмотрело Выставка оказалась Очень удобно Мобильной И мы вдруг Сами для себя Открыли, что Она может путешествовать В том числе По России Наверное А может быть Не только по России Вот И Наримар Оказался вторым городом Куда она отправилась За пределы Архангельска Потому что Занявка была Отправлена буквально В первые дни Как только мы предложили Эту выставку Арктическим регионам Потому что у нас было Предложение По Арктическим регионам В России Привезти эту выставку Наримар От Кликтуса Тут же Ну и какие Наиболее интересные Ваш взгляд Там есть экспонаты Чтобы завлечь Зрителей Ну я как историк Конечно же скажу Что там исторические Предметы Очень интересные Там есть предметы Настоящие лыжи Настоящие весла От Кайка И там настоящие санки То снаряжение С которыми ходили Первооткрыватели Путешественники В конце 19 века То есть посмотреть на это И подумать Господи С этим отправиться Куда-то на край света Когда там Следующее судно Может их спасти И прийти только Только разумеется Только морским путем Можно было добраться Там через несколько месяцев В следующем году Летом Ну отчаянные люди По-моему С каристиными лампами С какими-то деревянными ящиками С продуктами Консервами Собственно говоря То что там лежит Сейчас на выставке Уже То есть мне кажется Что это очень любопытно Но есть в том числе И огромные позвонки кита На которых можно посмотреть Гренландского кита И черепа белых медведей И моржей Ракета опять же Ракета метеорологическая Которую какие странные Там в Арктике Зачем-то запускали Вот А зачем Можно узнать Как раз на выставке Да Довольно любопытные вещи Ну и разумеется Видовой ряд фотографий Фотографии яркие Любопытные По крайней мере Мы их выбирали Чтобы вот именно Что открыть Раскрыть Точнее архипелаг Охарактеризовать Его вот самые Яркие острова Интересные Через эти фотографии К сожалению Мы не можем Все показать Фотографий довольно много Площадки ограничены То есть конечно Хотелось бы сказать больше Но мы так Запросили удочку Ну что важно Это фотографии С разных мест И снятые Разными людьми Да То есть это не взгляд Одного человека У которого где-то Взгляд может быть замылен Это фотографии Там разных людей Которые зачастую Фотографами не являются Я не думаю Что мы там с Евгением Являемся какими-то Профессионалами фотографии Но тем не менее Там наши допустим Фотографии тоже присутствуют Потому что в какой-то момент Мы поймали Действительно он Он ценный И он Поможет посетителю Окунуться Вот в атмосферу Ну Русской Арктики Я думаю Что жителей Наринмэра Трудно удивить Условиями арктическими Но в атмосферу Русской Арктики Я думаю Что Выставка Поможет Окунуться В полной мере Какая ваша Любимая фотография Может быть сделанная Вами или другим Фотохудожникам Вот которая На ваш взгляд Отражает Вот именно Вот это Словосочетание Русская Арктика Я боюсь Быть Неоригинальным Но наверное Все-таки Это огромная Панорама Мысла Тегитгов Наверное Пяти-шестиметровая Фотография Вот Я сейчас думаю Ниже Да Расскажи Расскажи историю Про Мысла Тегитгов И про первооткрыватели Буквально там В трех словах Ну Дело в том Что открыли Архипелаг совсем недавно Буквально вчера В исторических храмках Это 1873 год Австрийская экспедиция И они на самом деле Пошли По северному морскому пути Но как-то так Судьбой Было уготовано им Что они Вмерзли в лед И рифовали В Баренцевом море Целый год Во льдах И уже Готовились ко второй зимовке И вот В конце лета 1873 года Они не предполагали Куда их несет Этот лед Но вдруг Туман рассеялся И они увидели И характерное чертание Двух острых скал Зубцов И вот оказался Мысел Тегитгов Теперь это Самая брендовая Такое самое известное Место на земле Франции Иосифа Вот это была первая точка Которую увидели люди На земле Франции Иосифа И это по сути Стал таким негласным Наверное логотипом Символом архипелага Визитная карточка Визитная карточка Да И у нас есть Большая панорама Этого места Наверное Наверное красивое Очень сильное место Да Спасибо Евгений Спасибо Андрей Что пришли к нам в студию Я напомню Что у нас в гостях Были сотрудники Национального парка Русская Арктика Евгений Ермолов И Андрей Кунников И сегодня мы говорили О Национальном парке Русская Арктика И выставку Которую привез Национальный парк В Наринмар Это архипелаг Она открывается В Краеведческом музее Это актуальное интервью До встречи